Вчера было рассмотрено ходатайство прокурора о продлении меры пресечения в отношении Феликса Гринку, а также защита подала заявление об изменении меры пресечения в связи с здоровьем моего клиента Феликса Гринку. К сожалению, суд в очередной раз проявил, скажем так, поддержку органу уголовного преследования, не дал оценку состояния здоровью Феликсу Гринку, хотя по рекомендациям врачам необходим особый режим медицинский, а также постельный режим, а также дополнительные медицинские изучения. Суд, к сожалению, не принял этого внимания и отклонил заявление адвокатов и продлил меру пресечения Феликсу Гринку еще на 30 дней. К сожалению, в очередной раз прокурор, кроме самого ходатайства о продлении, больше не придавил ни одного доказательства, хотя законодательство Республики Молдовы требует даже для продления меры пресечения предоставлять доказательства, аргументации для того, чтобы продлить меру пресечения, но ни суд, ни прокуроры не соблюдают данную статью 308 Уголовного преследования кодекса, и, к сожалению, получилось то, что получилось. Аргументы те же, что и были 16 ноября 2016 года, что господин Феликс Гринку может повлиять на свидетелей, что Феликс Гринку может совершить очередное преступление, хотя какие-либо доказательства к этим факторам и выводам прокуроров не были представлены, но доказательства. А у нас фактически из 28 свидетелей осталось 3 свидетеля. То есть фактически у Феликса Гринку, даже если бы было желание, ему не на кого уже влиять. Но, опять же, я возвращаюсь к тому, что Феликс Гринку честный человек, и он хочет справедливого рассмотрения, и влиять на свидетелей нет смысла, потому что дело фактически было защитой разрушено, все доказательства представлены, не подтверждают обвинения предъявленные, и поэтому считаю, опять же, неправомощное и незаконное продление меры пресечения.